Вот такой красивый замок, целая крепость сложена из камушков, красиво, красиво. Запах хороший, погребок, чача, коньячный напиток Барбарис, миндаль, сухое, полусухое букет Абхазии, кинзмараули. Кора, мускат белая, бутылочки специально для вина, такие глиняные кувшинчики. Здесь при уходе расположен большой глиняный кувшин, здоровый такой. И даже у меня такая деревянная из дуба выполнена. Мускат белая, кинзмараули. Как вам наша дегустация? Дегустация супер. Если у кого-то желание, если есть проглазы, если не глиняные кувшинчики. Кому как удобно. Без пластиковые, есть глиняные. Полусладкие первые две бочки, они 700, полусухие 800 и сухой 900 за полтора литра. Крепкий 0,5 литра. Мелкий черный виноград. Если вино делать только из-за катения, он получится слишком теским. И поэтому обычно его сочетают с другими виноградами. Как с нашими сортами винограда. И вот обычно, если даже представить абхаза, который не пьет, это немного сложно себе представить. Давайте попробуем. Он в любом случае имеет виноградники, которые остались от его деда, прадеда и так далее. И он должен просто вовремя собрать этот урожай. Если просто так урожай проходит, соседи будут смотреть и думать, какой же ленивый человек. То есть ему нужно вовремя собрать виноград. И он, как элемент гостеприимства, чтобы на столе стоял бушу, наполненный вино. Когда совсем к вам приходит идти наполнять кувшин, заставляя его ждать, тоже некрасиво с вашей стороны, наоборот вы должны уже ставить остатки, потому что вы уже разбиваете вино. Вот тоже как элемент гостеприимства. А сейчас будет такой объект, так скажем, слоебрад. Мы обычно на обратном пути останавливаемся, потому что на обратном пути вам не придется переходить дорогу. И намного меньше туристов. Сейчас обратите внимание, слоебрад, это «Девичьи слезы». Там это место украшено разноцветными ленточками. Туристы загадывают желание, оставляют эти ленточки. Такой традиции у нас в Абхазии никогда не существовало. Вот, скорее всего, один турист начал, а все остальные подхватили. И сейчас на сегодняшний день больше ленточек, чем в этой... Смотрите. А вот с правой стороны продают эти ленточки. Бизнес-холлажер. Мы думаем, вообще вечером снимают, утром продают. Конечно, за этим делом никто их не поймал, но в любом случае такое чувство. Еще обратите внимание, с правой стороны рейти это диплайн. Валют от рекой Псып. На металлическом трассу можно на один берег, на другой. Можно на один конец отправить свою вторую половинку. По вашему желанию все можем организовать. Обычная женщина загадывает желание, толкает своих мужей. Желание у вас сразу разбивает. Итак, сейчас мы с вами попробуем наши вина. В качестве на туристических объектах очень много вин продается. Но под палящим солнцем там несколько дней в этих пластмассовых водоках мы не гарантируем. Тут сами бочки, с которых вы пробуете, с тех и разливают. За качество отвечают на вкус и цвет, как говорится. Ну, опять очень много туристов. Понаехали, так понаехали.